Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном для себя привычном уже режиме, с 8 до 10 по будням программа «Живые». Сюда приходят живые люди, живые музыканты, с ними мы живенько беседы беседуем, музыку их замечательную слушаем. Коллеги в сегодняшний представлять особо не нужно, потому что с первого дня существования радиостанции эти песни, эти произведения я оговорился, но есть маленький нюанс сегодня тоже. Эти произведения звучат в постоянной ротации радиостанции, само собой, давным-давно на слуху, но традиция есть, она сложившаяся уже давным-давно, 3 года тому назад. Кстати, сегодня ровно 3 года существует программа «Живые», вот так сложилось именно сегодня, это приятно. Так вот, первое произведение, сыгранное музыкантами, после этого, естественно, я познакомлю вас с ними конкретно, поименно назвав сам коллектив. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Очень хочется в память о нем Две вещи вот Аркадий инициировал Сегодня одну он исполнит Парочка композиций На стихи любимых поэтов А остальное все наше То что накопилось Весь альбом получается будет вокально Я думал может быть несколько композиций На фоне общего привычного всем инструментала Нет весь альбом Абсолютно Но голос будет использоваться Везде так или иначе Слушайте ну что то в этой жизни Понятное дело меняется И меняется надеюсь исключительно в лучшую сторону Но то что Аскетикс запоет Для меня это неожиданность Я всегда воспринимал вас как Сколько лет группа существует Первый концерт у нас состоялся в 2006 году Ну вот 9 лет И за это время вы никогда не пели А оттуда вдруг неожиданно Это будет третий На третьем альбоме группа Аскетикс решила запеть Ну это причем запеть Зачитать Застонать Завыть Заговорить Понятно Заорать Сережа не поет Ты не поешь Не стонешь Не воешь Ну вот у него есть То есть эти поют А ты воешь Ну в общем распределение Бандюссирует Плотный бэкграунд То есть мы просто подумали о том Что настрою И у нас было желание не расширять состав Потому что очень удобно Вот И мы подумали о том Что у нас руки все время заняты Ноги уже заняты Но хочется добавить еще чего-то Слушайте Ну скажем Которые уже привычны Аудитории своего радио К примеру Тут спрашивали про сильную Будет ли она сегодня в программе Конечно Запланирована Запланирована Уж не знаю Может быть На французскую Не зайдете Нет Не французскую Ребята сказали Не будем играть Она очень длинная Не в радио форме Длинная да Ну красивая же Как в ротации Так не длинная Приходите на концерт Можно отступить Мы можем отступить То есть у нас не железно Все решено Ну смотрите сами В любом случае Я просто сейчас говорю О тех композициях Которые уже знакомы Аудитории своего радио Это важно Потому что часто бывает Человек слушает радиостанцию Слышит вещь Да И фиксируется Что классная вещь Но кто это Ну бывает Не добегает до компьютера Чтобы там посмотреть Проверить А когда вдруг В студии звучит То что они знают И интерес к группе Становится другим Немножко Вот я сейчас и подумал Если мы возьмем Сейчас Вот я конечно Понимаю Что я сейчас режу По живому Но к примеру Попрошу вас Прямо сейчас сильную сыграть Вы сможете это сделать? Ну смотря сколько Вы нам заплатите Понятно Хороший разговор Начало мне уже Понравилось В общем те Кто просит сильную Имейте ввиду Господа хорошие Обязательно положите Денежку на краунфандинг Своего радио У своего радио Давно уже нет Мы все свое собрали А мы тоже И мы тоже собрали Куда-то Куда-то надо положить Об этом мы можем Поговорить кстати Можно положить На нашем концерте Который завтра будет Где ваш концерт? Да у нас завтра Концерт в Сокольниках Место называется Море внутри Да и вход Последнее время Мы практикуем В столицах Донейшн То есть Pay what you want Все кто придут Пусть оставляют Столько сколько Посчитают нужным Ага Вот Поэтому Если им понравится То могут оставить Что-то не понравится Оставляют денег Уже после концерта Или Коробочка работает Все время И на вход И на выход Если кто-то Заходя подумал Что я еще пока не знаю За что я должен Платить деньги Может быть на выходе Он Периодически Не все потратил на пиво Ищушка душка Вот там Кстати Оправдывает себя Эта схема Скажите Ну В столицах Да То есть Примерно мы пробовали Как-то нормально Люди Кто-то Ничего не платит Само собой Но есть Друзья Поклонники Или просто случайные люди Которые Ну судя по купюрам Видно что некоторые Готовы пожертвовать Даже достаточно большую сумму Судя по автографам На купюрах И получается Как-то демократично То есть Тот у кого нет денег Либо не платит Либо платит Немножко Тот у кого есть возможность Они готовы поддержать То есть хорошая схема Правда Очень хорошая схема Она честная Ну да Понятно что халявщиков много Но я знаю что Среди аудитории Своего радио Есть люди Которые услышав что-то интересное Тут же спрашивают А где можно купить Не просто скачать А именно купить Потому что у человека Душа болит Он хочет что-то отдать музыкантам И кто-то даже писал Что ну вот В этом месяце кажется Я остаюсь даже Без праздничных Каких-то там Взлияний Потому что уже потратил Столько денег На покупку альбомов Просто уже Скоро жена из дома выгонят Но человек все равно Не может без этого Значит рождается Новое поколение людей Есть По поводу По поводу кстати Бесплатного Наш первый альбом Можно в формате Триплет Скачать на iTunes Он в мультимедийном формате В таком Вместе С картинками С ссылками С линками Прям совсем Очень С информацией Ну и денежка Оставить немножко Да Копеечку Просто в iTunes В поиске Аскетикс Вводите И выйдет альбом Который называется Подвижники Поговорим об этом отдельно Как называлось первое произведение Которое вы сыграли Хулуси Правильно Композиция называлась Правильно Она тоже из ротации Я просто к тому Что люди которые слушают Сейчас уже так это Онемели слегка Давайте дальше Поехали Сильная Нет Нет Извини Почему Объясню Поскольку нам тоже Не совсем привычно В таком формате выступать И наушники И все такое Хотя нам очень нравится Происходящее Хорошо что Мы решили пройтись По старенькому вначале Чтобы как-то освоиться Настроить звук до конца Поэтому будет композиция Которая называется Сибдот Короткая Веселая Ну хорошо Пусть так Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Аскетикс Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А, я чё-то жду ещё. Корректор А.Кулакова Аскетикс здесь. Сегодня мы мы безнечаю не понимали, почему в произведениях нет текста. Вот музыка, типа и музыка, и все. А по мне, так любая хорошая, качественная музыка рождает картинки, которые, в общем-то, не нуждаются особо в тексте. Это, собственно, касается группы Ascetics. Так, теперь нужно вернуться к вопросу, который мы так-то начали было разминать, но до конца и не обсудили. Краудфайдинг. Как вы с этим связаны? Что у вас с этим было? Рассказывайте. Да, в конце прошлого года мы запустили проект на Планета.ру по сбору средств на наш будущий альбом, который вот сейчас мы пишем. Собрали? Он прошел успешно, мы попросили небольшую сумму, за это время евро вырос в два раза и так далее. В общем, сумма оказалась еще меньше, чем мы планировали, цены выросли, но, тем не менее, сумму мы собрали, и альбом мы записываем и обязуемся, что все будет хорошо, и мы обязательно его запишем. Ну, то есть надо сказать спасибо тем людям, кто принимал участие. Огромное спасибо тем людям, кто нас поддержал, кто поверил. Потихонечку рассылаем подарки людям. Да, и обязательно тем, кто не дошел еще презент. В большинстве случаев подарки люди просили, что они заберут на наших концертах. Поэтому мы в очередной раз говорим всем москвичам, кто поддерживал нас в этом проекте. Завтра приходите на концерт, у нас все подарки есть с собой, футболки, вымпелы, значки, все, что нужно. Мы готовы давать, дарить всем, кто поддерживал, кто на что претендует. Спасибо. Это очень здорово. Здорово, потому что, во-первых, сближается, с одной стороны. Во-вторых, на самом деле, очень такая любопытная тема, когда музыканты... Ну, есть люди, которые считают, что это некое, в смысле, попрошайничество. А я считаю, более того, это идеология краудфайдинга, что это предоплата. Ну, скажем, человек покупает альбом, загодя платя за его выпуск. Кроме всего прочего, люди же платят столько, сколько могут. Кто-то заплатил там 100 рублей, кто-то там, скажем, 5000, например. Кто-то считает достойным этот альбом приобрести за одни деньги, кто-то считает за другие. Ничего там страшного, и такого прям дикого нет. Наоборот, мне кажется, очень цивилизованный подход и правильный. Собственно, не было бы краудфайдинга, не было бы и своего радио. Значит, Тёма Лосиков пишет, «Я в январе переписывался с пользователем ВКонтакте Аскетикс Трио. Спрашивал разрешение использовать Атлантис в видео путешествия выходного дня. Благодарю за разрешение. А кто из группы ведет контактный паблик, с кем я общался?» Спрашиваю, Тёма. — Наверное, со мной. — Ну, собственно говоря... — Помню, что я тоже давал разрешение. — Можете познакомиться. — Я у всех спросил. — Можете познакомиться. — Я у всех разрешение, честно. — Можете познакомиться с Тёмой Лосиком. Он, собственно говоря, сегодня здесь на эфире присутствует. Да, это наш постоянный... Один из, кстати, акционеров тоже, между прочим, краудфайдингового проекта «Своё радио». Постоянный наш гость. Может приходить на эфир тогда, когда считает нужным и когда есть такая возможность. Человек, который вложился в радиостанцию, между прочим. Кстати, да, я уже говорил о том, что три года сегодня программе «Живые». Так вышло. Начинали мы с «Маяка», потом было наше радио, вот теперь своё радио. — Замучит, как то. — Мы сердечно вас поздравляем. — Спасибо. Я о другом. Я вдруг вспомнил о том, что самый первый эфир, который был на «Маяке» тогда программы «Живые», был, между прочим, с Мишей Шкаренковым. Он сидел тогда за звукорежиссёрским пультом. И сегодня звук, который вы слышите, это дело рук, ушей, чего ещё, не знаю, пальцев, ног. Он упирается же ногами в пол. Михаил Шкаренков, наш звукорежиссёр, звукорежиссёр программы «Живые». Надо бы играть дальше. Чего это будет теперь? — Как раз Атлантида. — Атлантида. — Как раз Атлантида. Как вовремя я заговорил. — А сильная впереди. — И скажите мне после этого, что нет у меня чуечки. — Здравствуйте. — Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Здесь сегодня Аскетикс. Поехали. Акетикс. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ваша мысль мечта еще на размягченном мозгу Как выжревший лакей на засаленной кушетке Буду дразнить, обокровавленный сердце лоскут Досыто из издеваюсь, нахальные и едкие В моей голове ни одного седого волоса И старческой нежности нет в ней Мир, огромив мощью голоса, иду Красивый, 36-летний, нежный Вы любовь на скрипки ложите, любовь на литавры ложит грубый А себя, как я, вывернуть не можете Чтоб остались одни сплошные губы Приходите учиться из гостиной Батистовая чинная чиновница ангельской лиги И которая губы спокойно перелистывает Как кухарка страницы поваренной книги Не верю, что есть цветочная ница Мною опять словословятся Мужчины, залеженные, как больница И женщины, истрепанные, как пословица Хотите? Буду от мяса бешеный И как небо меняет она Хотите? Буду безукоризненно нежный Не мужчина, а облако в штанах Владимир Владимирович Славьте меня, я великим не читая Над всем, что сделано, ставлю нехил Никогда ничего не хочу читать Книги Что книги? Я раньше думал, книги делаются так Пришел поэт, легко разжал уста И сразу запел вдохновенный простак Пожалуйста А на самом деле, прежде чем начнет петься Долго ходят, размазорив отображения И тупо барахтается в тени сердца Глупое вобло воображение А пока выкипячивают ритмами великой И слепей, соловьев, какое-то варево Улица горчится без языка И нечем кричать и разговаривать Городов вавилонские башни Воскорбясь возносим снова А бог города на башне Рушит, мешая злова Улица муку молча перла Крик торчком стоял из лодки Там морщили застрявшие поперед горла Пухлые такти, констрявые пролетки Грудь в пешеходке, чахотке площадь Город дорогу мраком запер И когда все-таки вымерхнула давку на площадь Впихнув наступившую на горло память Вдумалась в тарах Архангелова хорала Бог ограбливый идет горать А улица присела и заорала Идемте жрать! Вдумалась в тарах Архангелова хорала Маяковский Ну вот тут надо было оговориться До этого было совершенно непонятно Про облако в тарах А что это речь о Маяковском Просто я вдруг вспомнил о ближайшем Владимир Владимирович Кроме того, о ком в принципе у нас в эфире Говорить не принято Политикой мы не занимаемся Это же позднее Да, действительно, Маяковский Я поражен, песня офигенная Пишет Илья Тиняков Неожиданно в хорошем смысле Очень круто Ого, неожиданно Что сказать, Саня Шибанов Ну вот, люди действительно поражены Как и мы, в общем-то, были поражены Тем, что вы собираетесь петь В этом году, кстати, сто лет Ближе Да, этому произведению, кстати, сто лет Да, в этом году То есть сто лет, поймите, одну и ту же песню Я понял Ну, читаем, читаем, да Владимира Владимировича Сто лет облака в штанах Фанаты пограничные Написал он ее в Финляндии Там дописывал где-то Так что это нам близко Значит, фанаты пограничники Приветствуют любимую группу Спасибо, что вы есть Сильную давай Василий Родин пишет Василий, ну вам сказали Будет сильная Только за определенную мзду Я мзду, и мзда моя страшная Мы разыгрались Можем бесплатно Может, все Ах, вот так к вам надо Прямо для вас То есть к вам надо подходить так Разыгрались? Сильную давай Значит, сейчас, секундочку А была ли у группы попытка Полноценного привлечения Электронщика-клавишника С аналогом и так далее Василий Васин спрашивает Да, Василий Мы по-прежнему продолжаем Этого человека привлекать Точнее, извлекать из самих себя Потому что по концепции Вот никого мы к себе не зовем Ни вокалистов, ни клавишников Ничего Но если посмотреть внимательно У Аркадия очень много Синтезаторов Которые так завуалированы Их сейчас Не сможет Они не с собой Они У меня есть гитарный синтезатор У Сергея есть очень много синтезаторов Но он пока их не использует Говорит, что достаточно важно Акаш начал сегодня С удивительного инструмента Кстати, я забыл об этом спросить Духового Хулуси Да, покажи его Хулуси и есть, собственно говоря Вот покажи его в кадре Вот такой вот фетишный чехольчик С иероглифами Да, да, да Но иначе достаешь Внешне похож на гитарный маленький А в итоге там вот такая вот штуковина Такая вот, да С названием Хулуси Китайская штука Да, китайский такой вот Духовой инструмент Язычковый Там язычок стоит как на губной гармошке Вот И у него есть бурдоны Китайский церемониальный инструмент Ну да Ты с этого С бурдонов ты и начал Да Теперь объясни Что такое язычок Я понимаю Язычок язычковый Это всегда приятно А что такое бурдоны Бурдоны Это дополнительные Дополнительные отверстия Которые Которые тянут ноту Я всегда знал Что грузины Понемножко китайцы Да Ну да Звучит это действительно Очень по-грузински Но китайский Да Классно он звучал тогда В начале Хулуси Само по себе Круто Круто Очень круто Давайте дальше Пора уже сильную Чтобы народ Немножко так это Отстал Ну ладно Все равно же требовать будут Все равно будут требовать Вы же понимаете Сегодня здесь Аскетикс Я думаю что вам есть О чем спросить У ребят Задавайте вопросы Как всегда живой звук Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А для тех, кто интересовался, что это за звук, сообщаю, это смычок по электрогитаре И рождается такой необыкновенный, совершенно уникальный на самом деле звук. Это уже не в первый раз происходит в программе Но каждый раз это как по-новому Потому что каждый гитарист Или виолончелист уже в данном случае Он подбирает для себя Какие-то определенные примочки Вот эти педальки и звучит Что ты сейчас сказал? Велогитарист Велогитарист Братцы, ну до конца этого часа Мы уже ничего сыграть не успеем Просто время поджимает Так что я почитаю То, что пишут, мы вопросы поотвечаем Вот Василий спрашивает Балдеют этих музыкантов еще со времен ватаги Тогда сильно воздействовали на меня Наверное, даже научили играть по-другому Одним словом, отличная команда А еще вопрос возник Насколько тесно соприкасаетесь с финно-угорской культурой И интересно ли углубляться в это? Спасибо Да, очень интересно углубляться Тут два аспекта есть Во-первых, после того, как мы запишем этот альбом Так скажем, на русском языке Ориентированный для наших соотечественников То, что давно хотелось сделать У нас в планах есть записать Акустическую программу, которая уже параллельно развивается Она непосредственно связана с финно-угорской музыкой Во-первых, потому что я в прошлом году закончил Финно-угорское отделение консерватории Поздравляем, что закончил Да, наконец-то это произошло Поздравляем, что закончил А во-вторых, это все осталось И вот оно просится И плюс мы все же там Ты закончил по авиалончели Нет, там у нас народное пение Кантель, традиционные инструменты Композиция, аранжировка И так далее Очень много дисциплин На самом деле, очень классное отделение Я очень рад, что я Да, это тоже есть С эстрадного отделения перевелся на традиционное Наше финно-угорское Очень рад С нетрадиционного перевелся на традиционное Я помню Да, это другая традиция Не наше джазовое отделение Да, хорошо Вот И есть в планах, да Уже есть программа Мы уже даже ее частично представляли В Норвегии и в Швеции Ездили, играли То есть там звучат народные песни Этнические наши И звучат традиционные инструменты Финно-угорские Ну скажи что-нибудь на своем языке Ну видь тухась и мой кулы Да Непонятно, но красиво Переводить не будем Переводить не будем, да Почему? Потому что это пип Зачем тогда ты это сделал? Скажи мне, пожалуйста Да нет, это Аркадий шутит У меня такой диалект и акцент Что даже финны и карелы Не поймут, что я сказал Так что Конечно, мы не владеем Вот моя мама, допустим, носитель языка Она говорит по-карельски Но вот традиция утрачена По крайней мере в моем Я уже не говорю Понятненько, братцы Давайте прервемся ненадолго Пинуть через пять Вернемся в эту студию Ну и само собой продолжим Наши беседы и музыку играть Итак, двинемся дальше К вещи нашей радости Здесь сегодня группа Аскетикс Коллектив, который нужно Чувствовать Просто потому, что Играют они музыку Которая вырывает из контекста Это, кстати, не моя фраза Я сейчас прочитаю Сообщение от Андрея Архипова Которое пришло В официальную группу ВКонтакте А дальше Парни что-нибудь сыграют Пауза была большая Пора Вот он, что пишет И так Браво, супер Спасибо огромное Все вкусно и космично И я это придумал Просто потому, что Навеяло Ну, по-моему, красиво Что будет дальше-то По программе-то Что вы там себе Нафантазировали Вырывая Дальше будет буря Так и есть Буря, да Саморемикс Нашу композицию Буря Окей Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Аскетикс Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет буря Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет буря Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет буря Дальше будет буря Дальше будет буря Дальше будет буря Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Но на самом деле там очень разноплановый спектр их интересов. На уклон в сторону этно. Чудесный город, замечательные люди, очень рекламируемые. Окей, спасибо. Сейчас будет следующее ваше произведение, но прежде чем вы сыграете или споёте, я уж не знаю, что у вас там. В этот раз споём, споём. Смотри, как я чувствую. Значит, другое дело. Юля, вот что пишет Усова. Кстати, я всегда говорю о том, что слушатели радио, любого радио, очень люди с хорошей памятью. И вот тому подтверждение. Помнится, смотрела прошлый эфир со скейтексами. Услышала там классное слово «трупомор». Записала в мысленный словарик. Убейте меня, я не помню. Было-было. А аудитория была. Настоящий помор. Видимо, когда мы представляли Сергея, он у нас с Белого моря. Да, настоящий. Мы сказали, что мы карилы. Трупомор. А он трупомор. Трупомор. Вот я не помню этого. А слушатели помнят. Посмотрите, какая любопытная вещь. Давайте дальше. Что это будет? Это песня нашего друга будет на слова и на музыку. Музыка там с нашими дополнениями. Да. А друга нашего уже нет с нами, но песня осталась. Вот, собственно говоря, мы ее исполним. Друга зовут как? Друга зовут Игорь Шостко. Батальон. Мы его помним. Замечательный человек. Песня называется «Путешествие с поверхности глаза». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Аскетикс». Поехали. Pilgrim. Поехали. 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 Давайте Chelsea. Путешествие с поверхности глаза Пересеницы, как крылья, пересеницы, как птицы Открываются веки для начала показа Открываются взгляду все знакомые лица Запусетилась картинка и включилось сознание Запусетилась цель, формируется мнение Только что-то же до сих пор не пришло понимание Только что-то же до сих пор не приходит прозрение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пересеницы, как крылья, пересеницы, антенны Посылаешь мне взгляды с расшифровкой момента Сквозь любую преграду Проникает сквозь стену Проникает послание белое лето На поверхности глаза Периметры покрытий Соответствуют точность изюганных грамм И учитывать надо погрешность событий При свередении действий Супереждаемых планов Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Путешествие с поверхности глаза Или синицы, как крылья Или синицы, как птицы Круто! Вот реально круто! Неожиданно от вас это слышит все, но круто! Вот правда! Кстати сказать, я даже так подзамер немножко, подзавис чутка Слушаю песню, текст, глубины, которые там заложены Вот я понимаю, почему, ну как мне кажется, я понимаю, почему вы решили разнообразить свою программу и написать альбом уже с вокалом Потому как стоять на одном месте скучно, надо развиваться, нужно двигаться Попробовать, экспериментировать Экспериментировать, да, совершенно верно У вас такая перспектива есть, потому что первые альбомы-то были и музыка ваша вся инструментальная А тут вот какие горизонты открываются Это круто, это замечательно Вопрос в другом А как к этому отнеслась или относится ваша аудитория основная, которая любит вас за вашу музыку? Тут вот самое интересное, конечно Ну да, вот интересно По-разному, да, вообще все происходит Ну аудитория еще не слышала, конечно, альбома, который... Ну а не слышат песни Да, на концерте мы исполняли пока еще только несколько вещей Разная ситуация, да, происходит Кто-то говорит, вы для меня были всегда инструментальщиками, а теперь что-то вы запели, что-то, черт его знает Ну по-разному Но на самом деле это примерно так же, как и у нас происходит Вначале, когда поступило предложение, если я правильно помню, с моей стороны записать все-таки какие-то вещи, которые у нас накопились Мы даже сами противились тому, что да ну, мы же не поем Постепенно мы сами привыкли, мне кажется, и все остальные тоже потихоньку привыкнут Просто мы... Кому-то нравится, кому-то не нравится Я могу сказать, что люди, которые первый раз на концерте, им больше всего запоминаются песни Ну вот, почему? Потому что в этом... Да, это привычнее, как бы, да Да, в непривычном совершенно атмосфере песня У вас же инструментал, поэтому запоминается, конечно, песня По-разному, а вообще там вспоминаются истории, когда мы не пели, что подходят люди после концерта Ребята, все круто вообще, все отлично А чего вы не поете-то? Или там каркаши подошли Аркадий, а вот ты в курсе, что все барабанщики, которые начали петь Все поющие барабанщики Они стали миллионерами То есть Дэйв Гролл Вот в чем собака порылась Как второго-то? Фил Коллинз Фил Коллинз Да нет, еще много Ну там еще много Не важно Нет, есть еще такая теория по поводу барабанной школы Есть такой барабанщик Дэйв Вейкл Для многих он гуру Вот джаз-роковый такой фьюжн барабанщик Он говорил, что когда вы достигнете определенного технического уровня В ударной установке Когда вы задействуете все свои четыре конечности Дальше надо подключать пятую конечность Это голос Вначале вы им просто считаете А потом начинайте петь И тогда будете дальше постигать Постигать раскоординацию своих конечностей И в общем-то В общем-то он прав Потому что Очень Ломает голову Когда начинаешь петь и играть Смотря что Очень интересно Очень увлекательно Очень полезно Причем я бы даже сказал Полезно для здоровья Это очень интересные практики пения Занятия пением Вокалисты они помогают своему здоровью Конечно Я считаю, что это очень полезно И все люди просто обязаны Обязаны Но если перед тем, как запеть Они бутылочку не ставят Я понял Братцы, вы к пенсии подходите уже потихонечку Это люди уже после какого-то возраста Как ближе к пенсии Начинают за здоровье заботиться За зо То есть У музыкантов же год за три, за пять Вот-вот-вот Представляете, сколько нам А молоко бесплатно нам не дают Так а что вы тогда так издалека заходите? Мы там тут Да вы просто наконец уже старитесь Да что ты Наконец уже Закопелось Вот оно что Скоро уже Скоро еще Так и не спели ничего Потому Потому и запели Максим Васильев написал вот Такая музыка просто не может быть Не востребована в фильмах Или компьютерных играх Есть или были ли приглашения Написать саундтрек Из компьютерных игр Не обращался никто А из фильмов были Да Разные истории Но в основном Это любительское кино Конечно То есть Полный метр не обращался А какие-то работы есть Мы там давали музыку Очень короткометражные фильмы С очень длинной трек И документальные фильмы В документалистике Да Присутствуют Встречаются И часто кстати Слышим И спрашиваем Получаем Вопросы О разрешении Когда фильмы о Карелии снимают Делают подборку музыки Из Карелии И в нашем частности берут Ну конечно Вы же для Карелии Я считаю явление Ну Карелия на самом деле Само по себе такое явление И там столько Различных музыкантов Направлений и течений У нас же там есть Музыкальное училище Консерватория Вот Близость к Европе И так далее Пересечение всех путей Теперь в Карелии Есть начинающий миллионер Барабанщик Будем следить за его Дальнейшими шагами Посмотрим Насколько Теория срабатывает Да Потом Потом расскажешь Ну это где-то Это где-то не у нас Наверное Подожди Подожди У нас сейчас становится Все так же Как и там Приблизительно Да ладно Авторское право Подкручивается Если совсем уже На пенсии Не выйдем Шансы есть Давайте-ка дальше Что-нибудь Что это будет Да Это будет Инструментальчик Шуточная композиция Называется Промежуток Просьба не Брать близко к сердцу А просто Смеяться Улыбаться вместе с нами Хорошо Давай постарайтесь Как всегда Живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня Аскетикс Поехали Сразу же вступаем Без интродукции Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова — Спасибо тебе большое. — Буквально сегодня после эфира. — Замечательно. Ну, как минимум, промежуток-то точно, однозначно, потому что она совсем не похожа на вас. А я вот лично очень люблю что-то совершенно необычное, когда привыкаешь к чему-либо, и вдруг тот, кто уже привычен в твоём звучании, в твоём сознании по своему саунду, выдаёт что-то необычное. Вот это круто, мне кажется. Это совершенно необычно. А вы эту вещь играете на концертах вообще? — Ну да. — А как, собственно говоря, она вплетается в то кружево космической музыки, которую выдаёте обычную. — Но она как раз преимущественно концертная. Вот этот вот кураж, антураж, бардаш. — Рок с контрабасом — это весьма, я скажу, впечатляет, реально впечатляет. В пору было взять контрабас как гитару уже басовую, и фигачить на ней. Реально, они — это очень круто, правда. Я в подпечатлении, у меня даже слов сейчас нет никаких. Вот просто нет вообще. — Да, я могу рассказать пока о названии. — Пока я ищу слова. — Был момент, да, что почему Аскетикс. — История старая, вот та пластинка, которую мы вам подарили, группа Ватага, которая у нас когда-то была. Мы были когда-то в эфире у Дмитрия Деброва на передаче «Просвет». Он представил вокалистов, потом обратился в сторону ритм-секции, которой мы являлись на тот момент, Сергей, Аркадий и я, и сказал, что «А вот они, великие подвижники». То есть после представления вокалистов, обращение такое. Мы запомнили этот момент, и как раз у нас в последствии мы поехали в Китай, у нас был большой тур. Ну, тур — это как бы так тоже круто сказано. Ну, поездка хорошая такая, большая. Вот. Мы вернулись, сделали вот наш первый концерт, видеомузыкальный перформанс, который называется «Утка по-пекински». Это наш первый импровизационный концерт. Это мы считаем датой рождения нашего коллектива. Да, и мы не знали, как назваться, и вспомнили слова Деброва, и назывались «Подвижники». А когда спустя там 3-4 года мы решили делать проект, записали первый альбом, мы не знали, как назваться, но хотелось какое-то слово, которое бы и на английском тоже звучало, потому что вот иностранцам было как-то сложно говорить «Подвижники», «Буква Ж», там и так далее. «Фатага» тоже не совсем. Вот, и мы попытались перевести это слово, но почему-то перевели с ошибкой, и как-то получилось такое авторское слово «Аскетикс». И слава богу. И слава богу, в общем-то, потому что если бы это было как-то правильно написанное слово, сразу бы выскочило три группы по всему миру, которые также называются, или там еще какой-нибудь театр, балет, или еще что-нибудь. А так у нас появилось свое вымышленное слово, которое, в общем, принадлежит нам, «Аскетикс». Это такой неудачный перевод слова «Подвижники». Ну, посмотри, ну, в любом случае, мне лично сейчас приятно, ну, как слово такое, да, не знаю, как это правильно сказать по-другому, что ребят не стесняются таких признать свои ошибки такие, да, ну, потому что как обычно, ну, неправильно перевели, да. Нет, а Ваня в этом даже видит какой-то кураж. Да, еще жизнь, вспомнилась история из жизни, да, когда мы еще первое время-то назывались «Подвижники», делали какие-то концерты, перфомансы, к нам подошел наш друг и сказал, «Подвижники, вы бы еще «Апостолы» назвались». Кстати, да, «Подвижники» в скобочках «Апостолы». Тогда бы вам говорили, вы бы еще, ну, другим словом бы назывались, да. В любом случае, придраться можно ко всему. Ну, это правда. Давайте так, хочется вашей музыки еще. Прям вот хочется сильно еще. Что это будет сейчас? Да, мы сыграем как раз опять же на сегодняшний день концерта вашей студии третью композицию будущего альбома, которая, кстати, уже выложена, представлена на наших ресурсах. Она есть, ее можно послушать. Называется она «Дай», по-русски «Дай». Не по-английски, по-русски «Дай». Вот сейчас сыграем. Все, да? Окей. Как всегда, напомню, «Живой звук» в программе «Живые», здесь сегодня неправильно переведенные слова «подвижники» группы «Аскетикс». Поехали. Опять без вступления, что ли? А. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Которую ты обменил в прошлом. Да, да. То есть интродукция, а к ней бывает еще прединтродукция к интродукции. То есть там тоже долго может проливаться. Ладно, я вас понял, братцы. Ну, в общем, что могу сказать? Во-первых, в словах своего письма. Спасибо вам. Спасибо, что вы к нам зашли. Спасибо, что вы о нас не забываете. Спасибо, что ваше творчество, я сейчас за всех говорю, за всю аудиторию, помогает людям чувствовать себя несколько более возвышенно. Потому как музыка действительно ваша делает невероятную совершенно работу с организмом, проделывает. Правда. Я здесь по-любому самый ближний к вам имею в виду слушатель, который имеет... Я такой же, как и другие, но только имею возможность говорить с вами еще. Я представляю себе те эмоции, которые испытывают люди, которые слышат вас, может быть, в первый раз. А может быть, не в первый, но с поглощением, с погружением с таким. Эмоции потрясающие. И спасибо за то, что вы действительно продолжаете развиваться, расти, не останавливаетесь на месте. Завтра, я сейчас в качестве анонса позволю себе репличку. Завтра, ну, совершенно иная музыка, в отличие от сегодняшнего дня. Группа «Вежливый отказ». Группа, которую особо представлять, в принципе, понятно, все сделали большой палец. Ну, понятно, что группа того стоит. Могу сказать, что сегодня заканчивается музыкальную программу группа «Аскетик». Я тебе даже два больших пальца показываю, чтобы вам отыграться. Что это будет под финал? Под финал хочется сказать, в свою очередь, вам спасибо. Ну, скажи уже. Да, потому что вы нас приглашаете, поддерживаете. Пожалуйста. Вот, поздравить вас с трехлетием. Программа. Пожелать вам программу. У нас народ путает. Народ начинает с трехлетием программу. Народ начинает радиостанцию поздравлять. Радиостанцию мы знаем, конечно. Три года программе живые. Просто она мечется с радио... Металась с радиостанцией на станцию. Вот обрела свое место. Поэтому мы вам желаем творческих успехов, долголетия, процветания. Мы вас очень любим. Мы вас тоже. И желаем вам всего самого доброго. Чтобы аудитория росла. Также хочется сказать о том, что все, кто услышал, познакомился с нами или знал нас заранее, что завтра в Москве, в Сокольниках, в месте, которое называется «Море внутри», у нас состоится концерт. Вход «Донейшн». Плати сколько хочешь. Так что приходите. Пять минут осталось на композицию. Последняя композиция, которую крайне сегодня мы исполним, называется «Берите, что хотите». Берите от жизни все, что хотите. Все в ваших руках. Спасибо. Спасибо. Всем до завтра. Будьте здоровы. Аскетик с эти два часа радовал наш с вами слух в программе «Живые». Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»